Уважаемый господин президент, уважаемые участники заседания, дорогие друзья, рад приветствовать всех вас в Москве на шестом заседании Российско-Турецкого Совета Сотрудничества высшего уровня. Встреча в этом формате проходит после определённой паузы, вызванной известными трагическими событиями. Сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог, возобновлена координация в рамках совместной группы стратегического планирования под руководством министров иностранных дел. Вновь заработали смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран. У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития добрососедских связей. Сообща мы сможем не только быстро наверстать упущенное, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия. По крайней мере, российская сторона настроена на это и к этому готова. Только что в ходе переговоров с господином президентом мы рассмотрели наиболее важные вопросы о развитии двухсторонних отношений. Высказались за укрепление российско-турецкого сотрудничества в духе продвинутого многопланового партнёрства. Сейчас в широком составе с участием членов правительств, представителей деловых кругов, рассчитывая в столь же деловом и конструктивном ключе подробно обсудить конкретные направления взаимодействия, а также наметить ориентиры и задачи на перспективу во всей двусторонней повестке дня. Подчеркну, Турция входит в число основных внешнеэкономических партнёров России. В свою очередь, Россия для Турции – один из ключевых экспортных рынков. Однако приходится констатировать, что в последние годы двусторонний товарооборот снижался. В 2016 году он сократился почти на треть, фактически упав до уровня десятилетней давности. Надеемся, что негативную динамику во взаимной торговле удастся преодолеть уже в этом году. На это нацелена и работа Межправкомиссии, принимаемая сегодня межправительственная программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Необходимо стимулировать дальнейший рост взаимных инвестиций. В России и Турции уже достигнуты неплохие показатели по встречным капиталовложениям – по 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Конечно, это не предел. Запуску новых совместных проектов должна способствовать активной деятельности российско-турецкого инвестиционного фонда. Отрадованы, что подлинно стратегического уровня достигло взаимодействия в энергетике. Турция занимает второе место по объёмам закупок российского газа. В прошлом месяце вступило в силу межправсоглашение по масштабному проекту строительства газовой системы «Турецкий поток». Практическая реализация этого проекта позволит нарастить объёмы поставок природного газа в Турцию, повысить её транзитный потенциал. «Росатом» проектирует первую в Турции атомную электростанцию «Акуя». Российская компания «Силовые машины» участвует в модернизации турецких объектов гидроэнергетики. Хорошие перспективы имеются для углубления промышленной кооперации в металлургической промышленности, автомобилестроении, производстве сельхозпродукции и сельхозтехники. Бизнес двух стран заинтересован в расширении сотрудничества в области инноваций, науки и технологий. Активизация двусторонних экономических связей способствовала бы увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах. Мы знаем, что господин президент это активно поддерживает. Конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платёжной системы «МИР», о чём мы сегодня тоже в узком составе говорили. Особого внимания требует военно-техническое сотрудничество, контакта по линии правоохранительных органов и специальных служб, в том числе в области борьбы с терроризмом. Российские силовые структуры заинтересованы в налаживании обмена информацией о перемещениях по территории наших стран лиц, причастных к террору. Хорошие возможности для дальнейшего развития имеют и гуманитарные связи. На 2019 год запланировано проведение в России и Турции перекрёстного года культуры и туризма. Уважаемые коллеги, прежде чем передать слово президенту Турции господину Эрдогану, хотел бы сказать несколько слов и по порядку нашей работы. По традиции мы заслушаем доклады министров иностранных дел в качестве сопредседателей совместной группы стратегического планирования, а также руководителей межправкомиссии и форума общественности. Кроме того, в ходе заседания, а также затем во время официального завтрака могут выступить и другие главы министерств и ведомств. Очень рассчитываю на активную работу с обеих сторон. Благодарю вас за внимание.